Итак, опять всем привет! Сегодня 21 марта, сегодня у нас праздник Навруз. Всем желаю поэтому добра, счастья, мира, благополучия и, конечно, много-много здоровья. У нас прошелся вчера дождик, поэтому сегодня немножко попрохладнее, градусов 19-20, наверное, по состоянию на сегодняшний момент в Узбекистане. Минздрав сообщает, что у нас порядка 10 тысяч всего было госпитализировано людей, из них 7,5 тысяч было уже отпущено. Приблизительно, опять-таки, там не совсем точные данные такие. 37 зараженных на данный момент. Умерших вроде пока никого нет. Ну и слава богу, живите, как говорится, долго, не болейте. Ситуация в городе. Машин стало меньше, народу на улицах тоже стало меньше. Ну, во-первых, возможно, где-то гражданская сознательность, может, люди проявляют. С другой стороны, многие увеселительные заведения, детские площадки, кинотеатры, кафе закрыты. При этом все, конечно, все равно остается достаточно большое количество точек общепита, где можно самостоятельно поесть. Но крупные мероприятия, как свадьбы, какие-то юбилеи, где большое скопление людей на данный момент запрещены. Людям рекомендовали либо перенести это дело, либо собираться небольшими группами, то есть, как бы, близкие люди, там, 15, по-моему, или 20 человек максимум. Но я думаю, это правильно все-таки. Ситуация на дорогах. За счет того, что меньше людей на улицах, соответственно, меньше машин. Я проехался по одной из самых загруженных наших улиц, где в обычное время, в субботу, то есть, базарно-торговый день, так можно сказать, просто невозможно проехать. То есть, машины телятся, телепаются еле-еле, там, 5-10 км в час, все полосы забиты, невозможно проехать, а уж тем более припарковаться. Сейчас вот ситуация вот такая. Да, вот ситуация на дорогах. Обычно загруженная дорога от Дружбы народов до Самаркандр-Вазы. Машин не так, чтобы много. Многие сидят дома. Действительно, обычно в это время эта дорога просто перегружена. А сейчас достаточно свободное движение. Я же говорю, машин немного, несмотря на праздник. Ну вот, корзинка. Люди, конечно, покупают товары. Посмотрим сейчас корзинку Самаркандр-Ваза. Как там обстоят дела. Также я обещал немного осветить ситуацию по поводу того, как у нас обстоят дела с антисептиками, с масками. И по пути, у меня сегодня было много дел, мне пришлось ездить. Там, где я останавливался, там я везде заходил в аптеки. Восемь аптек были выбраны случайно. В одну аптеку я заехал специально. Почему, сейчас расскажу. Значит, случайные аптеки. Из восьми аптек только в трех оказались в наличии маски. Маски вот такого плана. Одна из аптек была на Юнусабаде. Четвертый квартал. Две тысячи сумм за вот такую простую масочку. Ну, ничего особенного, если честно. На Сибзаре я купил аналогичную маску за тысяча восемьсот сумм. И я был еще сегодня в Самаркандр-Ваза. Об этом я чуть поподробнее еще расскажу. В аптеке на первом этаже я купил аналогичную же маску. Только теперь уже за тысячу сумм. Так, вот еще одна аптека, где я приобрел три маски. Ценой тысячи сумм. Находится в Самаркандр-Ваза прямо на первом этаже. Единственное, я не снял внизу. Девочки попросили не снимать, застеснялись. Вот, маски в наличии есть. Антисептики во всех этих трех аптеках тоже присутствовали. Цены разные. От шести тысяч, такие вот маленькие флакончики, до двадцати пяти. Ну, здесь разброс шел не только из-за размера флакона. Там и производитель, состав и так далее. Вот, ну, я остановился на несколько бюджетных версиях более, и многим рекомендую. Благо, это доступно. То есть, берете одну часть глицерина и две части медицинского спирта. Смешав их, вы получаете достаточно хороший антисептик. Бюджетный, который обеззараживает, не сушит руки и обходится достаточно дешево. В пределах где-то до трех тысяч сумм вам обойдется флакон в 150 миллилитров. Я считаю, это вполне доступно для каждого. Было найдено достаточно бюджетное решение с антисептиками. Глицерин 50 миллилитров и два флакона по 50 миллилитров спирта и тилу медицинского 70%. Смешав все это, вы получаете 150 миллилитров антисептика нормального качества. Ну, единственное, без красивой упаковки, без ароматизаторов и прочего. Стоимость этого дела... Три флакона мне обошлись меньше, чем три тысячи сумм. Поэтому, кого волнует, скажем, высокая цена на антисептик или невозможность его найти, вот бюджетное решение. Глицерин и спирт есть в абсолютно любой аптеке. Могу с любым поспорить на эту тему. Вот. Ну и для особых заводливых, конечно, этот водно-раствол хлоргимфигина. 100 миллилитров. Вот. Я его взял по 10 тысяч. Правда, есть не в каждой аптеке. Из всех аптек, которых я обошел, было только в четырех. Но это говорит лишь о том, что все равно в Англии, что он есть, что такого острого дефицита нет. Теперь о девятой аптеке. Я заехал в головную аптеку Дори Дормон. Это сеть аптек по всему городу. В каждом районе есть эти аптеки. Но так как в телеграм-канале они анонсировали новость, что в их аптеках маски продаются по 600 сумм за штуку. И маски всегда есть в наличии. Ну, имеют в виду флизелиновые маски. А также есть марлевые маски по цене 1300 сумм. Я взял здесь 5 масочек. Вот они. 5 масочек. 3000 сумм. Это 600 сумм за штуку. Но, в отличие от тех же масок, которые были бюджетные, я брал, у этих масок очень правильная строчка. Более плотная фактура. Резинка хорошая. Вот видно, как она хорошо сделана. И еще самое интересное и главное, есть зажим для переносицы. Для того, чтобы эту часть плотно закрыть. И плотность маски была более закрытой и так далее. Цена очень дешевая. А также, вот, для примера, также взял у них одну масочку за 1300 сумм. Это марлевая маска. Вот. Меня заверили, что все эти маски есть в любой аптеке Дори Дормон и в сети. Проезжая через Сибзар, я, кстати, заехал еще и туда. Быстренько посмотрел. Да, действительно, это так. Так что, Дори Дормон, вы молодцы. Я вами горжусь. И бюджетно, и доступно. То есть, никакой паники. Люди, пожалуйста, не разводите. Поищите. Если вдруг нет в обычных аптеках этих масок, антисептиков, Дори Дормон, пожалуйста. Все есть. Вот. Особенно к тебе относится, Ирмонт. Ты переживал, что твоя бабушка и так еле ходит, ей далеко ходит до аптеки. Как раз под ее домом, вернее, находится аптека Дори Дормонт. То есть, шаговые доступности все есть. Не переживай. Тоже в центральной аптеке нашего города. Дори Дормонт, Марказий Дори Хана. Посмотрим, какая ситуация здесь с антисептиками и масками. Ну, посмотрим. Тарди, не переживайте. Как видите, маски у нас есть. Дешевые, в доступе. Слава богу, никто без этого не оттанет. А марлевые по чем повязочки? 1400. А можно еще тогда одну марлевую? Одну, да? Да. Деньги, 100 рублей. Спасибо большое. Вот, Марказий Дори Хана. Вот. Маски. Ой, вот эти вот обычные. Пять штук. 3000, по 600 сумм. И марлевая 1300. В доступе есть. Я еще спросил, насколько часто пополняется. Всегда есть. То есть, если вдруг кто-то страдает от отсутствия масок, пожалуйста, подъезжайте сюда. Ну, затаривайтесь. Антисептики, кстати, тоже есть. Далее. Так как я был еще на Самаркан Дорвазай, я заходил там в аптеку. Мне нужно было купить кое-какие продукты по мелочи. Я также сделал небольшой обзорчик на то, на 21 марта какое состояние, значит, в маркетах. То есть, наличие продуктов, цены. Ну, что я могу сказать? Продукты есть все. Цены не поднимались. Вот. Народу немного. Никто не паникует, слава богу. Ну, достаточно, скажем так, угрюмых лиц не вижу. Многие в масках. Вот. Судя вообще по количеству приколов и мемов, которые у нас есть, это, наверное, самая веселая эпидемия, которую я только видел. Вот. Лишь бы она быстрее как бы закончилась. Вот. И, наконец, опять к нам приехали мои друзья. Выехать в горы на шашлычок. Ну, и так далее. Просто уже жду не дождусь. Вот. Ситуация в маркетах изменялась. Товару до сих пор навалом. Это цена в маркетах. Ну, да, ситуация не поменялась. Товар от навалом. Санкция, туалетная бумага, еда, средства гигиены, одноразовая посуда, салфетки. Ну, в общем-то, все есть. Ну, обычные продукты. Достаточно муки, риса. Ну, хватает, в общем-то. Ну, а разу немного, никто не набирает, никто не клоит. Всего достаточно. Ну, честно говоря, надоело снимать ролики про супермаркеты. Просто так, потому что, ну, нет планеты, ребята, и никаких плюс поцелу к этому нет, и я надеюсь, не будет. Хотелось бы еще отметить, как люди в Узбекистане относятся друг к другу на фоне того же коронавируса. Что радует? Ну, во-первых, конечно, что многие люди стали соблюдать режим безопасности, то есть выезжают в основном там за продуктами, там на работу, если кто-то еще по удаленке не работает. то есть народу не так много. Многие стали носить маски, что тоже не может не радовать. А также участились случаи, когда люди бесплатно, буквально за свои деньги, не рекламировав, не устраивая флешмобы или еще что-то, раздают маски, антисептики абсолютно бесплатно. Один раз я был сам свидетелем этому, к сожалению, не смог заснять, не запланировано это было, так что телефон остался в машине и не смог снять. Также мне несколько людей об этом рассказывали. И один личный случай. Мне предложили по оптовой цене достаточно большое количество масок в количестве 250 штук. Я рассказал об этом друзьям, мы скинулись, купили себе масочки, но посчитали, что в принципе нам достаточное количество, порядка 100 масок мы разобрали между собой, а остальные мы раздали во дворе, детям, пожилым людям и так далее. Я к тому, что многие так поступают и не афишируя, не рекламируя это. Узбекистанцы молодцы, поддержите друг друга. Я думаю, это правильно. Плюс меня, конечно, радует то, что администрация гордо делает все возможное для того, чтобы предотвратить моменты заражения. То есть, обеззараживаются улицы, метро, переходы. Очень часто, скажем, на мойку закрываются какие-то супермаркеты, чтобы полностью предзинфицировать помещение и вновь открываются. Для того, чтобы опять люди получили доступ к продуктам, каким-то товарам и так далее. Поэтому я прошу не обращать внимание на фейковые новости. Типа того, что метро закрылось, там супермаркет закрылся, мы все умрем. Нет. Я говорю, что это профилактические меры поднимаемой администрацией города. За что им, конечно, большое спасибо. Поэтому, если вы видите закрытый супермаркет, это не значит, что он больше не работает. Его просто закрыли на мойку. 6-12 часов, возможно, сутки. Но не более того. На следующий день он опять будет функционировать и работать. Так что поддерживайте друг друга, берегите себя, соблюдайте правила гигиены. Всем нам удачи. Я надеюсь, что в скором времени эта ситуация все-таки разрешится. Пойдет как бы на убыль. Вся эта статистика нехорошая. Что в мае мы опять откроем к нам, полетать в гости. Всем удачи, добра, здоровья. Всем пока.